поверните налево вот выглядит какая-то марокканская штука давайте полазим посмотрим что там внутри там должно быть мясо вода тут мясо видите вот это остатки марокканского салата супчик тот еще скажем так специфичен и марокканский чай марокканский хлеб я думаю щели меня любят надо вот это тут обзор на площадке посмотрите это просто как же тут красиво завораживает приближаться вот ребят посмотрите здесь такая поляна я по сути по лощине там все в зелень утопает это очень-очень прям необычно среди город я уже 8 такую редко туристическую среду зашел а так там трон окончается про это я вам говорю красоты это просто бесподобно руслан ребят прогорась сейчас в отель вот такой дорожки покажи вот так вот это все выглядит очень экзотично и все просто офигеет на грани какого-то мегатрэша это такой кайф по отзывам очень что-то хорошее меня ждет но я искал сюда вход так как по картам его нельзя было найти посмотрите жесть вот это кайф так а дальше куда идти я так понимаю что это бетонная площадка меня должна привести вот туда вот она ведет в отель вот я обожаю приключения продолжаете вот по такому мостику своему отелю мне уже это очень нравится на самом деле прям кайфушки ничего родила не ломается под ногами представляете блин это все среди каких-то каньонов и пустынь просто охренеть сад безумно красивый так вот выглядит отель дар мезьяна дады которая находится вот по месте в каньоне я здесь заказал ужин очень круто очень дешево то есть мне очень понравилось уже изначально прям все есть и за копейки это вот стоит но это как бы я сейчас буду ужинать ужин получается стоит 900 рублей то есть 100 их и храм номер стоит 23 евро на самом деле это очень дешево поэтому круто благодарю поднимаясь вот по обычным берберским ступенькам это у них такая лестница у меня трекингового обувь хорошая поэтому нет проблем я сейчас еду по трассе в марокко среди каких-то пустынь вы знаете так классно так здорово на душе становится дорога уходящая куда-то вдаль путешествие путешествие немного тревожность от того что ты не знаешь что там дальше впереди и в то же время возбуждение и удовлетворение от того что ты свою жизнь ну и не просто так прожигаешь ты делаешь все чтобы осуществить свои мечты это наполняет меня делать сильнее позволяет быстрее двигаться дальше дает какое-то чувство комфорта а ведь знаете все-таки она вертится и еще на и буря поднимается и и и прикольно и 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 как ду. Игры престолов Ну короче прикольный вид В Игре престолов часть стены Скорее всего вот этой Восстановили Тут очень сильный ветер Вон некоторые Эти туристы как бедуины Становятся, потому что реально трэш Очки даже не хочется снимать Потому что много песка Прикольно, что я хочу сказать Ребята Прикольно, интересно, очень интересно Правда как вот это вот Из говна и палок до сих пор Сохранилось у меня вопрос, видите Оно же все построено Из какого-то говна и соломы Как? И ведь ему ведь наверное Ну хотя бы тысячу лет есть Подобное я видел В Турции На юге, вблизи Сирии Тоже вот постройки Строили почти точно Такие же стены Ну и все остальное Вон гора там какая-то Непонятная Откуда она образовалась У меня тоже вопрос Это случайно не этот Не курган какой-то огромный Может его раскопать надо Может там золотце есть Ну что Сижу я тут довольный Марокканский чай В принципе нормальный Да и спереди тоже ничего Нормально Ну это называется Обслуживание Марокканское Но держится хорошо Ну полг узнали В принципе Нормально Только вид так себе Надо здесь тоже Что-нибудь снять Камеру прихватил Ахтеров быстро Пробежали по сцене Графику наложил Вот тебе и гладиатор Новый Да А вот мастера снимать Конечно Это сложное дело Это сколько Тысяч человек Задействовано Я просто Понятия пока не имею Это огромное Финансовое вливание И не факт Что все окупится Вот так вот Кстати Сзади меня Там В другом городе Находился музей кино Довольно посещаемое место Но я что-то тупанул Не знал об этом Поехал дальше сюда Ну насыщенная программа Очень насыщенная Мне нравится Меня спрашивают Мне тут Одного безмышленного Отвечаю Со всей серьезности И иронии Абсолютно нет Вот так вот Из говноя палок Из соломы И глины Они делают Штуки Интересно Она еще По-моему свеженькая Да Она свежая И вот только сделали Видите Вот такими блоками Они сооружают Просто офигеть Я подобное Кстати Где-то видел Я только не помню Город и страну Я зашел кому-то во двор До других людей не пускают Ну да ладно Пойдемте туда Раз мы тут Я пробираюсь туда Да чувачки Извините Что так он зашел в дом Там какая-то надпись висела Ну да ладно Вот с этого места В 12-м году Снимали Игра престолов Где вот эта Дейенерис Таргариен была Здесь же снимали Лоран Саровиски Гладиатор Этого Царство Небесное Там огромная Фильмография Астерикса Клеопатра Ной по-моему Но всем неплохо Вид отсюда Конечно Классный Именно вот с этой точки Я бы тоже взял бы ракурс Потому что он вот так вот Выглядит Вот видите Вот в принципе красиво То есть кирпичики убирают Вот здесь вот В поисках Можно выставить Этих бессмертных Помните Из Игры престолов И вперед в путь Вот пожалуйста С другой стороны Что вы видите Ребят Вот где-то вот здесь Это короче Арендовал гостиницу Она стоит Всего 2000 рублей Вместе с завтраком Здесь все стоит Крепешно Очень красиво Ну вовсе Мне нравится Доба туристов Почему-то здесь Очень мало спускается Хотя именно Здесь вид Все блезут наверх И здесь виды Очень даже Кайфучие Вот и сегодня Вид неплохой Еду в Маракеш И вижу Вот такие вот Заброшки Блин просто Офигеть Ребят Я поехал По совершенно Другой дороге Довольно сложной Но Она Посмотрите Насколько Интересна Это просто Фантастика Обалдеть Машин здесь Почти нету Иногда Вот так Вот и не знаешь На каком Повороте Судьбы Что произойдет И кого-то Встретишь Обалдеть Просто Потрясающе Да Ребят Вот такая вот Херня Тоже Может на голову Свалиться Слушайте Ну вот такая вот Штучка У них Я открыл Довольно Вкусно То есть Запеченные В принципе Овощи В глиняной Посуде Внутри Одно Ребрышко С мясом Конечно Маловато Но в целом Седабельно Стоит Очень здесь Бюджетно Вот я здесь В горах Ущелья Нахожусь Тоже Туристы Остановились Вот это Стоит 450 рублей А ребята Я узнал Почему Многие Марокканцы И учают Вот так Сейчас Покажу И Причем Они делают Вот так Высоко Высоко Сыют Знаете Почему Не бывает До метра Это все Делают Во-первых В пустыне Когда чай Так наливается Образуется Пенка И эта пенка Мешает Попасть Этому Песку А второй Момент Так лучше Мята Делает Более Ароматным Чай Берберский Чай с мятой Мне очень Понравился Он 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 реально Самобытный На уровне Самобытности Типа Чая Мачо Из Таиланда И безумно Вкусный Он реально Как-то Нервную систему Успокаивает Вкусный 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 Вкусный